Всем привет! Готовлю сегодня такой обед. У меня здесь посередине курица выкладываю, сбоку овощи и рис. Чуть-чуть заливаю водой и ставлю в духовку. Очень вкусно получается. Ну и буду сегодня еще готовить капусту. Молодая капуста, буду тушить ее. Ну что, поставила я капусту уже. Я без масла, без всего. Чуть-чуть водички добавляю. И сейчас она мне чуть потушится, потом морковь добавлю. И дети любят сосисками. Кусочками режешь и в конце добавляешь. Сто раз уже показывала, как готовлю капусту. Ну вот, в общем, просто морковку добавляю в капусту, где нет ни масла, ничего, ничего не обжариваю, не пережариваю. Все. Я говорю, и деткам потом добавляю в конце сосиски. Все. Получается вареная такая. Она не вареная, тушеная, конечно, но масла нет. Как всегда говорю, что морковку вот так кладу сверху и не перемешиваю, чтобы она обдалась паром и была как на пару. И только когда она на пару вот так чуть-чуть побудет, то потом перемешиваю. Иначе она получится вареная. Чтобы она была не вареная, надо делать именно вот таким образом. Робот-пылесос работает, шумит. Я готовлю еду. В общем, у нас обычный день. Давно я не снимала просто, что мы делаем. В последнее время у меня все, что это магазины, то покупки, то рецепты. На улице у нас отличная погода. Плюс 12 градусов. Солнышко, синее небо. Ремонтная работа продолжается. Музыка откуда-то слышна, не знаю. Бабушка в больнице. Мы вот вчера были у нее. В общем, операцию сделали в понедельник. Сегодня пятница. В принципе, ну, более-менее все ничего. Хороший врач делал операцию. Но я рассказывала, что протез мы покупали. Поэтому, в принципе, надеемся на хороший результат. Болит, конечно, нога. Тяжелый период после операционной. Швы снимают, по-моему, только на десятый день. И потом еще на реабилитацию отправляют. Бабушка на свой день рождения дома не будет. И уже, наверное, получится 10 дней, если в больнице, 2 недели на реабилитацию, то 3 недели дома не будет. Вот. Но зато хотя бы Боткинская она лежит. И там нормальные вроде условия. То есть я там чуть снимала, показывала. Кровати удобные, кормят хорошо. Денег не выпрашивают. Все сами медсестры прибегают. Есть кнопка тревожная. Все, что надо. Там переодевают, меняют. С этим проблем никаких нету. Обезболивающие колят. Все делают. Там есть и физиотерапия. Какой-то там стучат. И какой-то там кабинет с тренажерами специальными. Но у бабушки вот сейчас пока еще нельзя. Она один день ей сказали сходить. Но потом как-то стало хуже ноги. А ей сказали, пока не ходить. Такие у бабушки дела. А мы завтра, наверное, поедем на дачу. Надо красить там. Вчера мы как раз у бабушки были. Привезли ей воду. Все, что ей надо. И завтра, наверное, поедем на дачу в субботу. Так, Даня покормила. Мне сейчас позвонил Сережа. И мы сейчас поедем в Леруа Мерлен. Покупать для дачи все. Сейчас я посмотрю, на каком этапе у меня курица. Мне кажется, она еще не готова. Овощи, курица и рис. Да. Ну, значит, я выключу и приеду, когда тогда посмотрю, еще духовка горячая будет, может и дойдет. А нет, так потом включу. Ну, как мы были в Леруа, это, наверное, будет в отдельном видео. Я сниму, потому что там будем покупать для дачи что-то смотреть. Это лучше отдельном видео. Наверное, там долго будем. Сейчас попробую вынуть. Так, не обжечь. Сейчас, подождите, выну, потом продолжу. Ну, вот что получается. Сейчас я посмотрю, как рис. Его надо помешивать, иначе он будет внизу мягкий, а вверху не очень. Сейчас помешаю. Так, ну, овощи. Еще чуть-чуть курица тоже так. The next day. Всем привет! У нас сегодня суббота. Маша идет на урок вождения. А дело то, одела свой новый скетчерс. Включила красный свет, а подошву не включила. А у нее степло, кстати. Может, ты там работал, потому что... Нет, потому что они вообще, в принципе, такие. Не очень холодные, но выглядит. По-летнему белая подошва. По лужам не чапай, шибко. По лужам шибко не чапай. Так, ладненько, пока я тебя помашу. Ну, так, ключи взяла? Да. 100%. Деньги, пока. Да, все, пока. На улице уже люди. Так, где Маша? Все должно выйти. Несколько дней спустя. Всем привет. Мы едем к бабушке. Сегодня у нас понедельник. Погода отличная. 18 градусов. Сейчас заходили в пятерочку. Купили то, что нас бабушка просила и домой чуть-чуть еды. И выезжаем в больницу. Солнце светит. 19 градусов. Мы в легких кофточках. Света говорит, я кончусь. Она наклонилась к моему гостю. Привет. Здравствуйте. С днем рождения, дорогая. Спасибо. Я заходила вас поздравлять, но вы отдыхали. Спасибо большое. Спасибо. С хорошим. 20 лет. Да. Спасибо. Ну, я вечером зайду. Ладно, хорошо. У вас как? Потихоньку? Лучше? Ну, да, конечно. Прогресс есть. Это хорошо. Да. Тут уже дочка Женя. Ага. И что у вас там на диванах к вас садятся вообще? Все все время сидят. Но для нас они низкие, мягкие. Ну, понятно. Так, это Юрка, значит, сегодня она в 5 утра встала на даче, поехала в Москву. Ее Дима вызвал, что приедут смотреть квартиру. Она должна открыть свою комнату. И вот она приезжала, значит, открывала. И сейчас она, вот она мне звонила, она идет от автобуса туда. Она знала, что ты в больнице? Да, ей Света сказала. Ну, начала. Пойдемте туда. Да, пошли вот так. И говорит, сейчас у меня кончится батарейка. У нее всегда или денег, и сейчас. Перезвони мне. Зачем тогда звонить? Да. Ну, я, в общем, это. А после этого Света, она мне утром прислала поздравление такое, ну, просто прислала. А сейчас она позвонила, поговорить. И говорит. Кости тут показаны. Вон, видишь, эти кости всякие показаны. Ну, короче, там еще Галя звонила, которая вот у нее тут раку, что он работает. А это Пациана звонила. В общем, все. Ну, более-менее так тихо. Городской не звонил дома, да? Ну, один раз звонил, но я не брала. Потому что звонил папа. А, мне вот Маша не сказала. Я говорю, нет, пойдет, что не надо. А где лифты-то? Где лифты? Я что-то запуталась. Лифты где? Прямо? Не сюда, нет? Не торопись. Да, я тихонечко. Вот это. Здесь вначале введение в сустав кислоты и жидкости, видишь? Потом замена одного внутреннего мышел, мышелка эндопротеза. Или замена всех, или замена всех элементов коленного сустава. Это лечение, не знаю. Нет, вот у него последнее было. Тоже замена всех элементов. Ну, это, наверное, третье. Да, наверное, предпоследнее вот это. А это что такое? Это забедренный. Здесь все показано. Круто. Так, бабушка ушла от нас уже. Ну, правильно, мы ее догоним. Московский городской центр эндопротезированный. Значит, центр какой-то в этой больнице, да? Я ведь во многом уже не стал, где мы вот эти. Здравствуйте. Здесь ступеньки на подъем. Да, здесь ступеньки. Их много, кстати. Чтобы ходить как. А вот лифт у них есть. А, вот. Где лифт? А где лифт вот это? Вот лифт. И как это делается? Штука поднимает. Поднимает. Может, уже ветерок такой стал. А, нет. Ноготь его не снимаешь? М? Что говоришь? Ноготь его не снимаешь? Ну, какой? Как он может снимать? Вот же. Ноготь его снимает. Выстрел такого. Ну, что он не попадает в зону действия? Здесь все побыли у бабушки. Давно не снимали, потому что там бабульку древнюю привезли. В палате вообще не очень удобно снимать. Так, чуть в коридоре. 90 лет тоже. Это уже возраст. Да, погодка уже отлично. Смотри, как это крутится. Да. Медицинский симуляционный центр. Симуляционный, понятно? Симулянты. Ну, в следующий раз уже все. Мы должны будем забрать бабушку. Но только в реабилитацию. И уже можно будет сюда проехать. Да, если ты наш родитель сейчас по 70, да? Угу. В этом году. А эта бабушка 90. Просто. И 20 лет. Да. А я не знаю, я хочу быть до конца, если даже зеленят. Как честно. Это мучения для родных. Нет, там чего, бывает. Это ужас. Ну, тетя Галя тоже сколько там, 80, чем. В целом, средневодов служит никак вообще. Ну, а тетя Галя может. Люди тоже разные бывают. Конечно, когда уже так, так маразм там всякий. Это, конечно, уже проблема. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова